Всех приветствую дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ, этот канал посвящен лучшим сериалам, здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром, обязательно подпишись на наш канал, и нажми на колокольчик, чтоб не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала. Под названием. Ищейка. Сюжет. В жизни полковника Кушнер все хорошо. Она талантливо расследует самые сложные дела вместе со своей профессиональной командой, а семейная жизнь радует гармонией и планированием второго ребенка. Однако неожиданная проблема с мужем рушит все надежды, снова открывает, казалось бы, уже навсегда закрытые двери и ставит Александру перед непростым выбором. Но именно благодаря этим трудностям, она определяет, что же по-настоящему ценно и дорого в ее жизни. Александра принимает важное для себя решение и с головой уходит в работу, ведь там она всегда знает, что делать. Седьмая серия. У Александры с утра все валится из рук, и гороскоп, как назло, предрекает сплошные неприятности. Так оно и происходит, подгоревшее блюдо, сломанный телефон и двойное убийство. Жених лишил жизни невесту, а затем застрелился сам. На первый взгляд, молодые люди, современные Ромео и Джульетта. Однако, чем дальше Кушнер заходит в своем расследовании, тем больше осознает, что за фасадом красивой любовной истории прячутся обман, предательство, измена и глубочайшая обида. Параллельно со сложностями на работе накаляется и ситуация в личной жизни, Александра на дне рождения коллеги выпивает лишнего и просыпается на утро с головной болью и полной амнезией относительно того, что было вчера, и почему в ее доме находится тот, кто не должен там быть. Восьмая серия. Маргарита Яковлевна попадает в больницу. Александра считает себя виноватой, мать подкосили переживания за нее. С тяжелым сердцем Кушнер включается в очередное расследование. Убит спортсмен, в прошлом участник боев ММА, в настоящем владелец клуба и мастер-тренер. Александра окунается в непростой мир совершенно неблизкого ей вида спорта, и скоро узнает, что в клубе погибшего проводились подпольные бои. Убитый и сам был одним из бойцов, может быть, в этом кроется разгадка его смерти. В поисках ответов на вопросы, а главное, пытаясь понять саму себя, Кушнер выходит на ринг. Девятая серия. Начав новую жизнь, Александра, кажется, медленно сходит с ума. Она меняет цвет волос, стиль одежды, флиртует с мужчинами, приехавшими на экономический форум, однако, все оказывается гораздо проще, за всеми ее трансформациями прячется горячо любимая работа, Кушнер поглощена поимкой серийного убийцы. Она рискует жизнью, ведь преступник хитер и изворотлив. В этот момент на ее пути вновь возникает Борис, однако, Александра дает ему понять, что сейчас для нее важны лишь работа и сын. Десятая серия. Около ночного клуба убит сын известного предпринимателя. Команда полковника Кушнер никак не может разгадать способ, которым лишили жизни молодого человека, такое ощущение, что действовал невидимка. Расследование приводит Александру к неожиданной разгадке, однако интуиция подсказывает ей, что все не так просто. Виновен ли, на самом деле, тот, кто привел смертельный приговор в исполнение. Одиннадцатая серия. В парке найдена мертвой молодая девушка по имени Алиса. Классическая версия убийства женатым поклонникам рассыпается как карточный домик, когда команда Кушнеру знает причину смерти. В гибели Алисы виновата экзотическое животное. Однако, кому пришло в голову использовать столь необычное орудие убийства. Расследование приводит Александру на популярные женские курсы, она решает воспользоваться советами гуру и попадает в большие неприятности. Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку мы сразу же открываем второй канал на ютубе, канал уже проектируется. Где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле подписаться на канал тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее. Так, спасибо!